Бронетранспортер А в комментариях отметьте, обзор каких видов вооружений вы хотели бы увидеть или оставьте любой комментарий для продвижения этого видео Типичный представитель натовских БТР, британский FV432 MK3 Bulldog И хотя он происходит от классических БТРов 60-х годов прошлого века и концептуально похож на более распространенные М113, существенные отличия есть Модель FV432, модернизированная боевая машина семейства FV430 британских вооруженных сил С 2006 по 2011 год было обновлено более тысячи таких машин Последняя модернизация от BI System получила обозначение MK3 Bulldog Она основывалась на опыте ведения войны в Ираке Обновление имело цели улучшения ходовых качеств машины путем замены двигателя, усиления защиты от противотанковых средств поражения, миновзрывных устройств Это по сути обычная гусеничная машина с противоминной защитой В отличие от алюминиевого корпуса у американского М113, британский FV432 имеет сварной корпус из бронированной стали Данный материал распространен и большинство бронированной техники имеет именно стальную конструкцию На это есть несколько объективных причин Большая устойчивость к попаданиям различными средствами поражения, практичность, а технология сварки значительно проще, чем для алюминия, особенно важна в условиях полевого ремонта Более того, при пробитии алюминиевого корпуса материал выделяет в воздух крайне токсичные для человеческого организма соединения Таким образом, обнаженный корпус «Бульдога» способен выдерживать попадание из крупнокалиберного пулемета в лобовую проекцию, а также обеспечивает круговую защиту от осколков артиллерийских снарядов Вместо этого с использованием динамической защиты израильского производства, лобовая броня и борта корпуса способны выдерживать попадание выстрела РПГ-7 Основные параметры ПВ-430 «Бульдог» не изменились Спереди справа водительское место, слева от него моторно-трансмиссионное отделение, за ним место командира, далее десантное отделение Обновленная версия транспортера избавилась от устаревшего двигателя Rolls-Royce K60 мощностью 240 лошадиных сил и полуавтоматической коробки Зато получила более мощный 6-цилиндровый турбодизель с системой прямого впрыска горючего на 250 лошадиных сил Автоматическую трансмиссию с электронным управлением унифицирована с американским М113А3, новую охлаждающую и тормозную систему Рулевой механизм «Бульдога» был унифицирован с боевой машиной пехоты FV-510 «Варио» Установлена новая система кондиционирования воздуха Эти новшества позволили сэкономить массу машины на 500 кг Этот вес взял на себя дополнительный комплект защиты При модернизации была повышена проходимость, надежность и скоростные характеристики машины до 74 км в час Что на 22 км в час больше, чем в стандартной версии FV-432 Расстояние, которое боевая машина может преодолеть без дозаправки, составляет более 600 км Вооружен «Бульдог» пулеметом калибра 7,62 мм L7 Он расположен вблизи командирской башни и дополнительно защищен пуленепробиваемыми окошками Другие особенности включают в себя кондиционер и вооруженную станцию, оснащенную 7,62-мм пулеметом М2, которым можно управлять изнутри машины Экипаж составляет 2 человека, механик-водитель и командир Десантное отделение вмещает 8 снаряженных бойцов Место командира было усилено дополнительной защитой и оборудовано современными средствами связи Относительно амфибийных свойств, в стандартной комплектации FV-432 не может преодолевать водные барьеры Однако такая возможность появляется по установке дополнительных систем В таком случае двигателями являются гусеницы машины В этом случае бронемашина способна плавать со скоростью 6 км в час Есть ли возможность устанавливать данный комплект на модернизированную версию? Вопрос